Доброе утро, друзья! Хочу записать коротенький ролик для наших клиентов, для наших друзей, потому что периодически мы слышим такие мысли, что я не хочу дизель, потому что дизель зимой плохо заводится, в мороз не заведу, там куча проблем и всего остального. Сейчас у нас очень холодно, не знаю, смотрел по синоптику, там около 20 градусов, сейчас посмотрим, что на приборке, и попробуем запустить наш Seat Leon Experience дизельный, 2 литра. Он стоял 2 или 3 дня, перед этим было около 10 градусов. Вот сейчас утро, 20, наверное, и посмотрим, как он запустится. Итак, первый запуск. Минус 16,5, я думал, будет 20. Ну все, поехали. Ну вот, собственно, вот и весь запуск. 16,5 запустился, честно говоря, по ощущениям, как будто бы у нас плюс 16,5. Если у вас исправен дизель, то никаких проблем с запусками, с ездой не будет. Да, он не так хорошо греется, как бензиновый автомобиль. Зимой приходится прибегать к таким методам, как, допустим, поехать какое-то время без печки, чтобы автомобиль вышел на оптимальную температуру. Но что касается тепла, вот сейчас я запустил, еще пока идет холодный воздух, но здесь стоят электротены, и даже на холодном автомобиле вам в салон начинает идти теплый воздух. Но это мешает полноценному прогреву автомобиля. Да, такой нюанс есть. Поэтому исправный дизель зимой проблем доставлять не будет. Давайте посмотрим температуру и время от запуска. Мы 4 минуты, как запустили двигатель, мы уже едем, и у нас температура вот по нулям. Да, ну, наверное, не по нулям, а минус, сколько там у нас показывает, минус 16,5. И посмотрим, как автомобиль будет выходить на рабочую температуру. Вот сейчас я заведу дочь в садик, глушить не буду, пускай себе работает. И посмотрим, сколько времени нужно и как она будет подниматься. Итак, снег мы очистили, автомобиль это время работал. Обдув салона, печку я выключил, чтобы не забирать тепло от двигателя. Давайте посмотрим времени, сколько прошло и как изменилась температура. Так, я его не глушил, температура изменилась никак, а работает двигатель 10 минут. То есть 4 минуты я проехал и 6 минут он работает. Посмотрим, как будет дальше. Все-таки обдув я включу, потому что холодно в салоне. Вот, подогрев работает, а печечку мы включим и, наверное, сделаем вот так. Поставим не на максимум, а на какие-то 20, в принципе, это сейчас не важно, 23. Ну и поехали, посмотрим. Вот только сейчас появилась температура охлаждайки 51 градус, а едем мы с вами уже, сколько мы едем, 16 минут, ну то есть 4, да, 16 минут, короче, двигатель работает. Только сейчас поднялась температура, а температура, вот 3 километра мы проехали, а температура масла еще нам не отображается. При этом печка работает, потому что холодно, мерзнуть не хочу. Еще такой немаловажный вопрос, люди интересуются, нужно ли прогревать двигатель. Лично я считаю, что его долго прогревать не надо, завели, немножко поработал, все там чуть-чуть смазалось и можно ехать. Главное условие ехать тихонечко, не газовать, не наступать. В случае с дизелем, вот как вы видите, он и везде-то не особо прогревается, поэтому стоять его просто на месте, греть, ну, наверное, вообще бесполезное занятие. Поэтому завели, чуть-чуть поработал и езжайте себе, но не газуйте, так будет безопаснее для него, потому что все холодное, не в оптимальных режимах, не в оптимальной температуре и наступать, давать нагрузку не надо. А в езде в ходу он прогреется, а, быстрее, б, эффективнее, потому что больше нагрузка, это для него нормальная нагрузка рабочая, в которой он эффективнее прогреется и быстрее выйдет на свою рабочую температуру. Так как мы едем сейчас не в эффективном режиме работы автомобиля, 57 градусов, а он рассчитан на 90 градусов, это значит то, что у нас не, скажем так, не лучшим образом используется наше топливо, то есть будет перерасход. Поэтому мы выйдем на оптимальную температуру и потом уже можно ехать в обычном режиме, ни в чем себе не отказывая. Но не забывайте, что двигатель прогреется быстрее, коробка будет прогреваться дольше, поэтому еще дайте запас времени перед тем, как наваливать. Но в такую погоду, конечно, лучше не наваливать. Еще один момент, мы едем вот в крайней правой полосе, здесь более-менее все почищено, а перед этим я ехал, справа был такой немножко укатанный снег, а слева чуть-чуть чище. И когда начинаешь тормозить по укатанному снегу, вообще не тормозит, вообще не цепляется, поэтому не забывайте, что зима, смотрите, что у вас под колесами, меняйте свой стиль езды на зимний. Ну и удачи всем безопасного и комфортного вождения и передвижения. Все, пока, удачи. Нет, не пока, мы же все-таки посмотрим, когда она выйдет в рабочий режим, вот если ни в чем себе не отказывать. Ни в чем не отказывать, я имею в виду работающую печку, кстати, нужно подубавить подогрев сидений, плохо, что он здесь сам не уменьшается. В некоторых автомобилях он сам начинает постепенно отключаться и это удобно, а здесь просто жарит вас. Вот сейчас 59 градусов, посмотрим, выйдет ли она в таком режиме вообще на рабочую температуру, потому что сейчас мы выезжаем на окружную, будем ехать быстрее, соответственно, обдув двигателя будет идти сильнее, воздух холодный, возможно, он так вообще не прогреется. Посмотрим, и солнышко-то вот какое красивое. Итак, охлаждайка 65, масло 55 и едем мы 21 минуту в пути. В салоне уже давным-давно тепло, ну, с самого начала, в принципе, тепло здесь идет, даже на супер-холодном автомобиле, потому что стоят тены, обогреватели. Вот я уже даже шапочку снял, перчатки снял. Итак, температура поднялась до 80 градусов, едем в обычном режиме, масло 71 градус, 70 вот упало прямо сейчас. И в дороге мы уже 27 минут, 27 минут, 10,9 с момента пуска у нас расход показывает. Итак, мы вышли на 85 градусов, температура масла 72, и в дороге мы едем, мы уже проехали 16 километров 38 минут. Большинство из вас давным-давно бы уже приехало на работу, а мы так и не прогрели до 90 градусов наш двигатель. Я специально не выключал климат, хочу все-таки посмотреть, смотрите, какой здесь гололед, хочу все-таки посмотреть, когда же он выйдет на рабочую температуру и выйдет ли. А здесь вот, видите, просто зеркало. Здесь нельзя ни ускоряться, ни тормозить. Вот я нажал тормоза, и мы тупо плывем на АПС, хотя у нас скорость 30 километров в час. Ускоряться-то, конечно, мы можем, потому что у нас полный привод. А вот тормозить здесь все равны. Поэтому будем ехать очень аккуратно и очень не спеша. А вот человек на джипе спешит, интересно, как он будет сейчас тормозить. Наверное, думает, может он на шипах. Ну, пока нормально, едет. Ну, ладно, мы спешить не будем. Итак, температура 86 градусов. Температура масла 75, то есть не 90. Время в пути 26 километров в час, средняя скорость. Время 18 километров проехали и 43 минуты. 43 минуты, и мы до сих пор не дошли до оптимальной температуры. Вот мы сейчас стоим на месте, ждем, пока проедет поезд на переезде. Двигатель работает, посмотрим, будет ли подниматься температура или нет. Если бы я выключил печку, температура бы поднялась, конечно же. Но специально не хочется этого делать. Какое решение вообще у данной проблемы и особенности существует? Решение есть одно, это картоночка под радиатор. Вы ставите лист картонной бумаги, двигатель не так охлаждается зимой, и, соответственно, быстрее прогревается и выходит на свою температуру. По сути всего, других решений я не знаю. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Потому что у меня была цешка 2.1 дизель 250. И такая же температура была, только там, по-моему, еще и печка хуже грела. Потому что, наверное, не было тена. Уже... Сейчас переезд проедем. Потому что, наверное, не было тена, поэтому было прохладнее в салоне. И температура там стояла на 60 градусов постоянно. Только выключая шапту, печку, все, подымается, выходит на 90. Потом уже ни в чем себе не отказывай. Все хорошо. Если знаете решение, пишите. Пишите ваше мнение о дизеле, о дизеле зимой. Ну и вообще расскажите, как вы боретесь с морозом и с холодом? И как ухаживаете за своим любимцем в такую холодную погоду? За 48 минут езды, за 20 километров, температура масла 73 и охлаждайки 86. То есть до 90 не дошло. Поэтому решение одно. Одно. Выключаем печку. И смотрим, как пойдет дело дальше. Выходим на рабочие 90 и едем. Именно так я делал на своем Mercedes на C-классе. И это всегда помогало. Картонку под радиатор не ставил никогда. Почему-то мне это неприятно. Даже сама мысль о том, что там может быть какой-то инородный предмет. Но, возможно, это единственное правильное решение. Если знаете решение лучше, то дайте знать, пожалуйста. И вот сразу прошло секунд буквально 30 и у нас уже 90 градусов рабочая температура. Включаем дальше климат. Тепло. И я думаю, что падать не должно. Как только мы вышли на рабочие 90 градусов, сразу же изналадилась. Температура вниз не падает. Температура масла растет. 186. Ну, мы, правда, начали чуть-чуть активнее ехать. Но, в принципе, мы и так проехали до этого 40 минут. И она не прогрелась. Чем автомобиль, чем больше объем двигателя, тем скорее он будет прогреваться. И чем меньше объем, тем дольше он будет холодным. Например, на Jetta 1.6 вывести на такую температуру в холодную погоду намного сложнее. Потому что она, по моему мнению, вообще не хочет прогреваться. Сейчас попробуем сделать повторный тест. Автомобиль постоял где-то полтора часа, может больше. Там час 45 на морозе. Надеюсь, он уже холодненький. И посмотрим, насколько быстро мы его сможем прогреть без печки. И плюс-минус такой же температуры. Сейчас все увидим. Итак. Минус 15,5. Вот, температура масла не показывает, охлаждайки не показывает. Сейчас начнем ехать. Печку выключим. Подогрев включим. И посмотрим, как быстро выйдем на рабочие 90. Вот мы только начали ехать. Уже 57 градусов охлаждайка. Ну, допустим, она, конечно же, была не такая холодная, как с утра. Но нам важна динамика, допустим, от тех же градусов и вверх. Вот сейчас он прям на глазах растет. 59. Я думаю, за несколько минут. 61. Думаю, за несколько минут мы выйдем на рабочую температуру. Включим климат. И поедем себе дальше. Единственный минус в этой истории. Окна начинают потеть. Поэтому нужно либо меньше дышать, либо периодически все-таки включать обдув. Но я пока не включал. Вот совсем чуть-чуть времени прошло. 80 градусов. Я думаю, еще минутки 3. И все. Наш градусник застыл на показаниях 80. Что-то пока не хочет подниматься. Плюс мы сейчас спускаемся вниз с горы. Получается, двигатель то особо и не напрягается. Вернее, вообще не напрягается. А ветер холодный. Возможно, температура еще упадет. Кстати, сейчас справа будет Протасов-Яр. Выпал снег. Минус 14. Но я думаю, что там сейчас должно быть забито. Выходной день, суббота. Посмотрим. Я раньше в студенческие годы тоже катался на сноуборде. Было время. Давайте посмотрим. Да, людей. Ну, немного, конечно. Но люди есть. Вот видите, 80 и выше не хочет подниматься. Я думаю, что нужно немножко дать нагрузочку. И все будет хорошо. Как говорится, не прошло и полгода. У нас 90 градусов охлаждайка, 67 градусов масла. И потратили мы на это дело... О, непонятно. Ну, мы потом посмотрим по часикам. Там же на видео будет видно, во сколько мы начали ехать. Нам повезло, потому что здесь есть подъем. И двигатель прогрелся активнее. Для того, чтобы отметить это событие, мы запустим климат. Пускай распотеют наши окна. Я думаю, можно сделать еще один интересный тест. Мы запустим, ну, наверное, завтра или, может, сегодня, когда автомобиль остынет. Мы запустим двигатель и пускай он поработает на холостом ходу. Посмотрим, сколько времени уйдет на прогрев. И вообще, дойдет ли он до 90 градусов на холостом ходу. Не переключайтесь. А вот сейчас уже полностью рабочая температура. Видите, 91, 90. Просто это то, к чему мы стремились. Итак, прошли сутки. Автомобиль не ездил. Давайте попробуем запустить двигатель. Минус 12,5. Потеплее сегодня. Но, в принципе, утром было прохладнее, но не важно. Запустился без проблем. Все хорошо, все четко. Давайте посмотрим, сколько же времени он будет работать на холостом ходу, чтобы начала подниматься температура. Климат выключен. Все выключено. Завели. Ждем. Прошло 10 минут. Дизель сжигаем. Время тратим. Толку нет. Температура, как вы видите, не поднимается. Ждем дальше. Прошло 20 минут, а результат такой же. Температура не поднимается, толку нет. Поэтому дизель греть смысла никакого нет. Давайте подытожим, как же прогревать и как ездить на дизеле зимой. Лично моя рекомендация. Завели утром автомобиль, подождали секунд 30, не знаю, минуту и тихонечко себе поехали. Ключевой момент здесь тихонечко, потому что двигатель холодный, коробка холодная, система привода холодная, все холодное. Поэтому нужно ехать не спеша, без нагрузок и в езде оно прогреется лучше. Стоять на месте, прогревать смысла нет. Это я вам показал и доказал. В плане температуры в салоне, лично я выключаю климат, поднимаю температуру до рабочей, потом включаю климат и как бы еду ни в чем себе не отказываю. С одной стороны, получается и приходится немножко померзнуть в холодной машине, вышли на рабочую температуру и у вас все хорошо. С другой стороны, если вы не хотите мерзнуть, включайте сразу климат, здесь сразу идет тепло, едете в теплой машине. Единственное, что она не прогревается, если большой мороз, например, минус 20 или прогревается долго. Соответственно, выбирать вам, либо вы платите комфортом, либо вы платите повышенным расходом топлива. Что важнее, выбирайте. Хотелось бы узнать, как вы к этому относитесь, как вы боретесь с морозом зимой. Ну и вообще, дизель, бензин, расскажите, аргументируйте. Встретимся в комментариях. Пока, удачи. Зато как приятно видеть на щитке вот такие вот цифры, когда вы возвращаетесь домой с поездки. Да, это трассовый пробег, но это такой наполовину смешанный. То есть, я поехал с окружной дороги в праворы и назад. То есть, я проехал весь Киев и сейчас, вот как вы видите, возвращаюсь в пробки. Но при этом 5,5. Красота. Красота. Красота.